Друзья, всем привет! Вы смотрите блог приключения с Джеком. Сейчас на Сахалине заправляет всеми делами очередной тайфун и из-за этого очень сложно заниматься любимым хобби. К тому же на Сахалине сейчас такой период времени, когда повсюду растет просто гигантская трава, там 2-3 метра буквально, и это опять же затрудняет ходить с прибором, что-то искать. Поэтому я сегодня пришел опять на свое любимое место, на то самое постоянное место, на котором я нахожу очень много интересных находок. Это место находится недалеко от моря, и оно всегда меня радовало хорошими находками. Надеюсь, и сегодня порадует. Как вы могли заметить, я по-прежнему снимаю свои блоги на GoPro. Это означает, что моя основная камера до сих пор еще в ремонте. Но есть и хорошая новость. Несколько дней назад я купил очень мощный компьютер, и теперь я могу устанавливать профессиональные программы для монтажа и монтировать видео без вот этой надписи, которая всех очень сильно раздражала. Так, друзья, прошло 5 минут, и вот у меня первые находки. Смотрите, бутылка. Я так посмотрел, вроде целая. Я такие находил уже несколько раз. И вот здесь вот у меня пробочка от пива. Вот такие две находки за 5 минут. Бутылка вылезла. Похоже, есть иероглифы вот здесь внизу. Да, вот видны иероглифы. Значит, берем. Здорово, конечно, мой шурф сегодня затопило этим тайфуном. Вот ополоснул, два пузырька вылезло. Смотрите, маленькая аптечная бутылочка, и второй побольше. Вот так вот пока что. Уже копаюсь минут 20, наверное. Не знаю, друзья, целый он или нет, но это синий пузырек. Вот он лежит. Видите его? Давайте вместе с вами достаем из грязи и смотрим. Класс, целенький. Сразу тут же моем. Целый, но без иероглифов. Зато такой необычный, пузатый. Я такие не находил ни разу. Берем. А вот, друзья, вы, наверное, уже знаете, что это такое. Уже догадались. Это кремница. Надо ее сразу ополоснуть в этой воде. Да, целая абсолютно кремница. Супер. Так, с последнего включения прошло где-то 30 минут. На ходах немного, но зато интересные. Вот смотрите, я уже ополоснул. Две чернильницы вылезло. Одна кремница. И еще один пузырек синий. Вот синий пузырек интересный. Смотрите, плоский. С надписями. Абсолютно целый. И с этой стороны, кстати, надписи. Сейчас вот вы мне пишите комментарии, что типа покажи фокусе. Нам тоже хочется рассмотреть. Друзья, не забывайте, я снимаю на GoPro, а у нее другой принцип работы. Фокуса так такового нету. Поэтому вот это все, что я могу вам показать. Остается только ждать, когда я починю свою камеру. Ну, а я продолжаю. Вот в этой грязи у меня, собственно, все находки и появляются. Так, друзья. Короче, вылезла пробка. Ну, крышка или как и пробка. Короче, от вина, да. Или от пива обычная. А вот это, смотрите, какая красота. Чайничек. И, похоже, он целый. Давайте его сейчас сполоснем и посмотрим, нет ли у него никаких трещин. Так. Да, смотрите, целенький. Целый чайничек. А, нет, нет, нет. Смотрите, вот здесь вот отколото. Здесь, видимо, что-то типа ручки было. И вот так вот наливалось. Кстати, в прошлых своих видео я находил крышечку такого же цвета, вот, из такого же материала. Может быть, она сюда и подойдет. Ну, вот этот скол, конечно, небольшой, все портит. Но, в целом, чайник абсолютно целый. Смотрите, нет сколов. Хорошая находка. Нерядовая, так скажем. Ладно, продолжаем. И еще две бутылки у меня вылезла. Синенькая, маленькая и вот такая побольше. Из белого стекла, с длинным таким горлышком интересным. Фух, уже копаюсь где-то полтора часа по находкам. Ну, так, средненько. Я бы не сказал, что мало. Но и немного. Короче, ладно, продолжаю. Ребят, ну вы только посмотрите. Вот это мне фортануло. Нашел трубку. Смотрите, до какого размера огромного. Никогда такие не находил. Но вот здесь вот видно, что есть потери. Небольшого куска не хватает. Вот этого куска как раз, куда забивается сам табак. Ну, в общем, вы прикиньте, какого она размера здорового была. Не знаю, как я ее заметил. Думал, сначала палка какая-то. Потом ополоснула, оказалась трубка. В общем, я сейчас включу прибор и попробую эту грязь прозвонить. Нашел монету. Сейчас еще не знаю, что за монета. Он там лежит. Давайте с вами достанем, посмотрим. А, ясно. Это 100 рублей. 90-е. Привет из 90-х. Вот такая вот монетка. Продолжаем искать металлические сигналы здесь. Вот это фарт. Вот что-что. А этого я никак сегодня не ожидал найти. Пришел копать, как обычно, керамику. Но у меня, кажется, серебро. Это вообще сейчас буду показывать. Возможно, это не серебро, а посеребрение. Потому что эти предметы часто бывали с посеребрением. В общем, смотрим. Смотрите. Вот оно лежит. Был тонкий хороший сигнал. И я по очертаниям понял, что это может быть. И по цвету понял, что это у нас похоже на серебро. Давайте с вами ополоснем. Да-да-да. Посмотрите, какая красота. Но опять же, либо серебро, либо не серебро. Сейчас помоем получше и посмотрим. Да, друзья, это серебро. Вот тут видно, что внутри оно тоже серебряного цвета. То есть, если бы было посеребрение, то оно было бы... Слоилось бы. А тут видно, что серебро. Это, кстати, моя вторая серебряная трубка уже в этом году. Первый раз я нашел на японском фундаменте. И вот второй раз мне повезло. Просто супер. Конечно, видно, что ее разъело. Но смотрите, какая заболоченная местность здесь. Ее разъело. Но суть остается в том, что это металл драгоценный. Серебро. Изделие японское. Класс. Короче, сейчас продолжаю звонить. Возможно, будет что-нибудь еще. Ох, друзья, здесь очень сложно что-то пытаться найти металлическое. Прибор просто сходит с ума. Здесь все в металле. Цветное, нецветное. Проволока. Гвозди. Ну, короче, с прибором просто нереально ходить. По примеру, с такой катушкой. Нужна маленькая катушка, чтобы по замысленным местам хорошо долбить. Короче, друзья, у меня монета. Не знаю, какая именно монета. Я увидел край. Увидел гурт. Понял, что это монета. И сразу включился. Давайте вместе с вами посмотрим, что это может быть. Так, где-то здесь она у меня была. А вот она, смотрите. Красная. Возможно, советская. Возможно, 90-е. Смотрим. Нет, смотрите. Это японская. Точно японская. С дыркой, с дыркой, с дыркой. Если с дыркой, значит 100% японская. Так, давайте с вами ее помоем. Ну да, смотрите. Жаль, конечно, что не серебро. Но сегодня я уже взял серебро. Поэтому мне хватит. Я не знаю, что это за номинал. И не знаю, что это за год. Но это точно японская монета. В общем, ребята, я продолжаю. Попробую сейчас еще позвонить. Фу, все. Звонил еще 20 минут, наверное, 20-25. Ну, просто, ну, нереально. Не знаю, не попадается больше ничего. Сплошной мусор, мусор, крышки, пробки, банки, проволока. Больше ничего толкового. Короче, прошло еще полчаса. И вот мои находки за это время. Значит, пузырек вот такой вот из-под таблеток. Крышка от пивной бутылки. Крышечка от кремницы, судя по всему. Вот еще один синий пузырек порадовал меня. Плоский. Сегодня я уже такой находил. Так, вот эта вот шайбочка выскочила с дыркой. Я сначала обрадовался, подумал, что монета. А потом оказалось, что это какая-то обычная шайба. В общем, такой результат. Сейчас добавлю все это к своим остальным находкам. Все вместе помою. И покажу вам, как всегда, в конце обзор на конечный результат. Ну, а я уже порядком подустал. Сегодня очень сложно тут что-то искать, потому что очень сильно все затопило. Тайфун прошел по Сахалину. Сильные дожди, ветра. Короче, исковеркал мне весь мой шурф. И теперь мне приходится ждать, когда все подсохнет, чтобы вернуться и продолжить. Поэтому я буду сейчас заканчивать. Все, друзья, выложил все свои находки и готов вам рассказать, что я сегодня нашел. Находок было немного, но они все получились очень интересные и достаточно нечастые. В общем, бутылка привлекла меня своими иероглифами, которые находятся в нижней половине, вот здесь. Поэтому мы ее возьмем. Сегодня попалось 4 целых синих пузырька. Это очень хороший результат, потому что они мне попадаются достаточно редко. две вот такие, плоские, с надписями. Одна достаточно частая, вот эта вот. И одна вот такая пузатая, без надписей. Такую я вообще ни разу не находил. Три пробки от пивных бутылок. Одна бутылочка аптечная, маленькая, вот такая, из белого стекла. Две кремницы. Вот такой чайник. Чайник, кстати, очень крутой. Прикольный. Не знаю, наверное, саке в нем разогревали. Или, может, чай делали, не знаю. Короче, прикольный. Такой пузырек попался, необычной формы. Какой-то вот такой стержень непонятный. Может быть, урановый стержень. Шучу. Короче, монеты. 100 рублей из 90-х. И японская монета. Это вот прям крутейшая находка за сегодня. Две трубки. Одна здоровезная, вот такая, из меди поломанная. Вторая серебряная. Вот серебряная трубка вообще сделала сегодня мой день. Это прям-таки так необычно найти серебряную трубку. Так, две чернильницы. Вот такая вот бутылочка. Вот тут надпись. Биофермен какой-то. Ну, вот такая тоже бутылка. С длинным горлышком. В общем, ребятки, сами смотрите. Я считаю, что это очень клево, что мне повезло. И я нашел сегодня вот эти две находки. Они особенно мне порадовали. Японская монета и серебряная трубка. Вообще, я уже соскучился по металлическим сигналам. Потому что в последнее время я копаю керамику, стекло. И уже она мне порядком поднадоела. А вот такие моменты очень меня порадовали. В общем, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Пишите комментарии. Нравятся ли вам такие видосы. Или сделать пока промежуток. Подождать, пока поляжет вся эта трава. И походить, поискать монетки. Разные потеряшки. Или продолжить шурфить стекло. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. И увидимся в следующем ролике. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok